Добрый день, уважаемые коллеги. Рады представить вашему вниманию наш опыт применения флюоресентной диагностики фотодинамической терапии как в лечении злокачественного глиома, так и метастатического поражения головного мозга. Целью работы являлась оценка влияния радикальности хирургического лечения на выживаемость данной когорты пациентов за счет повышения областики и антибластики во время операции. Как мы все знаем, опухоль головного мозга – это третья и наиболее частая причина смерти от онкологических заболеваний у мужчин и четвертого женщин в возрасте до 35 лет. Несмотря на применение современных комплексных лечений, выживаемость остается достаточно низкой, как общая, так и безрецидивная. Встречаемость с первичных злокачественных глиом по нашим данным составляет до 20 случаев на 100 тысяч населения, метастатического поражения до 46 случаев на 100 тысяч населения. Как одни, так и другие опухоли характеризуются инфильтративным ростом. Естественно, злокачественные глиомы гораздо более инфильтративны. Цель исследования, как я говорил, – повышение общей и безрецидивной выживаемости больных с злокачественным глиомом и метастатическим опухолем головного мозга. В нашем институте проведена работа по применению интероперационно-флюоресцентной диагностики фотодинамической терапии как злокачественных глиомов, так и метастатических опухолей. В группу злокачественных глиомов вошло 165 больных, которая разделилась на три подгруппы. Группа, где применялась только флюоресцентная диагностика, вошел 77 пациентов с глиобластомой, 6 санопластической астероцитомы. Группа, где применялась комбинация метафлюоресцентной диагностики фотодинамической терапии – 36 пациентов. Группа контроля, где была только операция без диагностики терапии – 46 пациентов. В группу метастатического поражения головного мозга вошло 311 больных, в группу, где проводилось только хирургическое лечение, именно без диагностики, без терапии, 143 пациента, группа с диагностикой 113, группа с диагностикой терапии 55 больных. Тактика лечения операбельных опухолей обсуждалась на хирургическом консилиуме и зависела от гистологического диагноза. Далее проводилась лучевая терапия и химиотерапия, что решалось на консилиуме с участием онколога, нейрохирурга, лучевого терапевта и химиотерапевта. Как мы знаем, методы флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии основаны на свойстве ряда препаратов, избирательно накапливаться в опухолевой ткани при взаимодействии с излучением определенной длины волны света, выдавать либо флюоресцентную, либо фотодинамическую реакцию в виде образования синглетного кислорода и некроза опухолевых тканей. Оборудование, которое нам применялось для проведения флюоресцентной диагностики, это отечественный препарат ЛЭСА-Биоспект для оценки математической значимости накопления препарата. Для визуальной оценки мы использовали немецкую аппаратуру. На первых этапах это была стойка эндоскопическая, но в дальнейшем мы от нее ушли и решили, что, по нашему мнению, наиболее оптимально работать именно с использованием микроскопа Пентера. Для фотодинамической терапии использованы отечественные диодные лазер, стерильно-потиволоконные катетеры и баллон катетера, в который помещался диффузор, и баллон помещался в полость удаленной опухоли, раздувался и проводился сеанс фотодинамической терапии. Препарат выбора у нас был АЛАСЕНС, это отечественный дженерик 5-АЛА. Нами был разработан алгоритм флюоресцентной диагностики фотодинамической терапии, который заключался в том, что препарат давался за 2-2,5 часа до энтерхиального наркоза, далее формировался энерохирургический доступ, проводилось удаление опухоли с флюоресцентной ассистенцией, доудалялись флюоресирующие участки, и после этого, если еще применялась фотодинамическая терапия, проводился ее сеанс. На клинических примерах можно свет погасить чуть-чуть, чтобы красивее было? Это клинический пример пациентки из глиловолостома лево-височной доли, где мы видим осмотр опухоли как в белом свете, так и во флюоресцентном режиме. Видим яркую флюоресцентную опухоли, МРТ-Т1 с контрастным усилением до операции. Далее это пациент с мультифокальной анопластической астроцитомой, где также показана интенсивная флюоресцентная опухоли во время удаления. Это пациент с меланомой кожи и спины, причем беспигментной. Это очень важно знать, потому что пигментный меланом, мы на них флюоресцентную оценить не можем за счет подавления флюоресцентного ответа пигментом. Беспигментный меланом препарат копится. Это пациент раком прямой кишки с метастазом в левую височную долю, где также видно, что после удаления удаляются слабо флюоресцирующие участки в перифокальной зоне. Это пациент с клеточным раком почки, где также выявлена хорошая флюоресцентная опухолевая ткань. Данная пациентка достаточно интересна. При поступлении в наш институт выявлено два заболевания – эндометриоидная аденокарцинома тела матки и опухолевая почка. Все думали, что это будет метастаз рака почки, однако оказался метастаз эндометриоидной аденокарциномы, которая также достаточно хорошо накапливает препарат. Также на данном слайде представлена пациентка с метастазом аденокарцинома яичника, где видно, что хороший флюоресцентный ответ опухоли в блю-режиме. И показан вариант локально-флюоресцентной спектроскопии, где мы оценивали накопление именно флюоресцента в опухолевой ткани, мы видим пик накопления, и накопление в здоровой мозговой ткани. В обоих случаях забирался биоптат из участков проведения спектроскопии, и подтверждался гистологический наш ответ. В итоге, какие результаты мы получили? Оптимальное время проведения как флюоресцентной диагностики, так и фотодинамической терапии – 3-5 часов после введения аллосенса, что основано на данных флюоресцентной спектроскопии. Послеоперационный контроль нашим пациентам выполнялся в течение первых 24 часов после операции, заключался в МРТ-головомоз с контрастным усилением. Чувствительность методики флюоресцентной диагностики при злокачественных глиомах достигает 98%, при метастатических опухолях – 99%, специфичность в обоих случаях – 100%. Тотального удаления опухоля удалось достичь в группе без фотодинамической терапии в случае злокачественных глиомах – 67% случаев, с флюоресцентной диагностикой – 76% случаев, и флюоресцентная диагностикой при злокачественной терапии, как ни странно, тоже 67%. В случае группы с метастазом, то когда методика диагностики не применялась, радикально удаление, нам оценивалось, что тотальное удаление удалось достичь в 80% случаев, в группе с флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией – по 100%. После операционного лечения на основе принятых стандартных рекомендаций на основе консилиума лучевая терапия, химиотерапия, радиохирургии и, при необходимости, если речь о метастатических опухолях головного мозга, операция на первичном очаге либо экстракраниальных очагах метастатических. Результаты лечения. Какое мы получили медиану общей выживаемости в группе злокачественных глюм? В группе без фотодинамической терапии это составило 10 месяцев с флюоресентной диагностикой, также 10 месяцев. В группе с флюоресентной диагностикой фотодинамической терапии 15 месяцев. В случае анапластических астроцитом группа без диагностики и терапии получили медиану 9 месяцев с диагностикой терапии и просто диагностикой 22 и 23 месяца. В группе внутримозговых метастазов медиана общей выживаемости в группе без фотодинамической терапии 8 месяцев, в группе с флюоресцентной диагностикой также 8 месяцев, с флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией 12 месяцев. Безрецидивная медиана выживаемости 6, 8 и 9 месяцев соответственно. Выводы. В группе анопластических астроцитом на 13 месяцев по сравнению в группе, где диагностика не проводится в время операции. Применение метода флюоресцентной диагностики фотодинамической терапии позволило увеличить медиану общей выживаемости на 5 месяцев при глиобластомах на 14 месяцев при анопластических астроцитомах. При внутримозговых метастазов этот период состоял 4 месяца. Таким образом, по нашему мнению, применение флюоресцентной диагностики в сочетании с фотодинамической терапией опухолей у больных с злокачественными глиомами и статическими опухолями головного мозга повышают их общую выживаемость. Нами изданы две медицинские технологии по диагностике как метастатического поражения головного мозга, так и злокачественных глиом. Спасибо, Михаил Владимирович, за интересный доклад. Позвольте несколько вопросов. Во-первых, ради справедливости хочу уточнить, что в первой стране фотодинамическую терапию нейроонкологическим пациентам стали делать в Российском нейрохирургическом институте. В 2000 году была создана группа профессором Теглеевым, использовали мы отечественный препарат фотодитозин, использовали мы отечественный препарат Аткус лазерный и проводили лечение пациентам, тех же группам пациентов, метастазами и злокачественными и доброкачественными глиальными опухолями. В отношении метастазов действительно мы получили неплохие результаты. Во-первых, снижение практически в 5 раз частоту местного рецидива при метастазах. А вот при злокачественных глиобластомах, если честно, мы вот результата тогда не получили. Но сейчас вот у нас появилось молодое дарование, и он получил при проведении фотодинамической терапии среднюю жеваемость, вот Ахтунг, у вас 22 месяца при глиобластомах, а у него 48. Вот как вы это прокомментируете? А с каким препаратом? Фотодитозин. Ну, а теперь мы вернёмся к предыдущему докладу относительно генетического типирования злокачественного углевома. Возможно, пул пациентов разный. Эти данные нами как бы отслеживаются, ещё пациенты не достигли более половины конечных точек исследования, и 48 месяцев это ещё не предел. Если посмотреть австралийцев, которые ещё в 90-м году начали работу на хлоринах Е6, то чем вы занимались, то у них медиана там достигает 72-96 месяцев при глиобластомах. Это вызывает определённые сомнения, если честно. А доклад я слышал молодого дарования не так давно, он был здесь же на... Дело в том, что я перебью, но два года назад мы с Дмитрием Евгеньевичем, с Мариной Витальевной Мацко решили отследить судьбу пациентов с глиобластовыми и длительно живущих. Длительно живущих это более 4-5 лет. Нашли у нас в институте всё несколько таких пациентов, по-моему 8, пересмотрели с большим полом иммуногистохимических белков, маркеров, пересмотрели препараты, и только у одного больного, насколько я помню, подтвердилась глиобластома. В остальных случаях это были нейробластомы, были ганглиоглиомы, были анапластические астроцитомы. И была, не помню уже, работа в 90-х годах, по-моему, Дефо, французского нейрохирурга. И он считает, что если больной с глиобластомой прожил больше 5 лет, надо пересматривать гистологические препараты. Поэтому спасибо. Кто ещё хочет задать вопросы, пожалуйста. Нет, спасибо, Елена Романовна, за вопрос. Но в нашем исследовании ни терапия, ни диагностика не исключают стандартного вида лечения. В последующем это лучевая терапия и химиотерапия. Исключение в метастатической группе, естественно, при меланомах, при почечных клетчатого светлоклетчатого рака, опухоли, которые малочувствительны к лучевой терапии, мы её не проводим. Проводится в зависимости от генетического типирования опухоли. В дальнейшем либо таргетная терапия, либо другой вариант лекарственного лечения. В зависимости от вида опухоли. Да, существуют стандарты, разработанные у нас в стране. И фотодинамическая терапия относится пока к опциям или к рекомендациям. Поэтому группа фотодинамической терапии маловато. Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич, профессор Маску. Да я... Спасибо. Я слушал Вас, как мне сформулировать свой вопрос так, чтобы ни в какой мере Вас не обидеть, потому что работа колоссальная у проделок. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Как Вы теперь относитесь к своим результатам в части остеоцитома Био-Гостон после предыдущих годов? Я к своей работе всегда отношусь очень хорошо. Спасибо за вопрос. Мы давно... Мы уже давно начали... Естественно, желательно всё пересмотреть. Но ещё в части этой работы мы, помимо просмотра препаратов УСИА в центре, мы дополнительно отправляли в сторонний центр, допустим, в институт нейрохирургии, когда возникали спорные вопросы с нашими патоморфологами относительно гистологического диагноза. Всем пациентам проводится ИГХ. И последние три года мы набирали материал по МГМТ-мутации, то есть проводилось генетическое типирование. Отдельно отправляли. Но... Вы меня не совсем поняли. Пересматривать... Нет сомнения в правильности гистологического диагноза у меня. Нет сомнения в правильности выявления МГМТ для лечения ИГХ-мутации и кодио-реции этой несчастной хромосомы. Если вы в этом аспекте пересмотрите, то у вас выводы будут гораздо более правильные. Понимаете? Можно еще одно дополнение? В 1999 году в институте нейрохирургии Андрей Иванович Галанов защитил свою докторскую диссертацию по Глебу-Вастову, где одним из первых в стране описал генетическое типирование этих опухолей. Но тогда он их поделил всего на три вида. Но, к сожалению, в силу бедности нашего государства и с худостью ума населения, наверное, на генетическое типирование до сих пор не проводится. Тогда я еще одну ремарку сделаю. Диссертация Андрея Галанова в теле не было сделано ни им, а Андрею Геннадьевичу больше. Ну да. А он в Германии сейчас. Пожалуйста, давайте последний вопрос, потому что по моей вине уже мы немножко... Я очень коротко. Я не буду мучить какими-то генетическими изысками. У меня вопрос, как у онколога, очень простой. Были ли сопоставимы группы по объему лечения? Была ли та же самая химиотерапия, тот же самый объем? Потому что вы взяли... Ну, сейчас возьмем, например, анопластическую астроцитому. Да, две группы. Одной группе проводили фотодинамическую терапию, второй группе не проводили. И там, где проводили, выживаемость была на 13 месяцев выше. Лечение отличалось в этих группах или нет? Были ли они максимально сопоставимы? Спасибо за вопрос. Просто экономил время, 10 минут все-таки. Группы были сопоставимы по основным критериям. По возрасту, типу, заболеванию, локализации, включая дальнейшее лечение, лучевую терапию, химиотерапию, согласно стандартам. Мы просто у себя приняли в институте стандарты, но они больше не на основании стандартов ассоциации нейрохирургов в России, а ассоциации онкологов в России. А они, а ССН-стандарты, такие переработанные под нас, но, в принципе, то, с чем мы все и работаем. И здесь стандартно. Что можно точно сказать? Что в силу сложившихся обстоятельств в государстве, оперируем мы у себя в центре, облучаем мы у себя в центре, химиотерапию в онкодиспансере по месту жительства. Но с нашими рекомендациями она проводится в уровне в том объеме, который мы рекомендуем.